Здравствуйте! Это программа День города в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. Выборы и кредиты. 19 июня состоялось заседание Рязанской городской думы. Автобусы практически не ходят, что произошло с транспортом в Редкино. Рязанский землепроходец, какой путь предстоит пройти путешественнику Виктору Атласову. Выборы депутатов Рязанской городской думы, кредиты для водоканала и РМПТС, а также награждения почетными грамотами в честь Дня медицинского работника. Это основные вопросы на повестке дня на очередном заседании Рязанской городской думы, которое состоялось 19 июня. Главный вопрос на повестке дня это, конечно же, назначение выборов депутатов Рязанской городской думы. Проект решения предлагает назначить их на 9 сентября 2018 года. Посему выходит, что действующая дума в ее нынешнем составе может прекратить свое существование. По словам депутатов, подводить итоги их работы пока рано. Однако Владислав Фролов, председатель Рязанской городской думы, оценил ее как хорошо. Вы знаете, работа депутатов, она порой не видна и ее трудно оценить. Хотя каждый из депутатов провел огромное количество встреч во дворах. Поверьте, это серьезный труд. И эту информацию, саккумулировав, принес в администрацию города. И огромное количество проблем благодаря депутатскому корпусу было решено. Кто работал качественнее, кто менее качественно, оценит избиратели. Владислав Фролов рассказал, что правильнее всего подводить итоги в начале сентября, ближе к дате выборов. Другой важный вопрос на повестке дня – это сделки муниципального предприятия «Водоканал» города Рязани и РМПТС. Предлагается выдать кредит этим предприятиям на сумму 70 и 100 миллионов рублей соответственно. Ранее мы уже рассказывали, что в текущем 2018 году планируется начать капитальный ремонт всей центральной системы города. Сумма, которая будет затрачена, по предварительным данным, в районе 1 миллиарда рублей. Кредиты, которые будут выдавать муниципальным мероприятиям, скорее всего, будут потрачены на эти работы. Другая сторона монеты – это вопрос тарифов. Так как это городские компании, то будут ли проценты с кредита погашать деньгами потребителей или нет? С тарификацией это не связано, потому что все кредитные истории, то есть это кредитная линия, очередной кредит. Он отдается, берется в то время, когда предприятию это необходимо на определенные нужды. Сегодня это покрытие определенных кассовых расходов. На тарифах это ровным счетом не отражается никак, потому что тарификацией занимается у нас региональная энергетическая комиссия. Обе сделки были одобрены. Третий дополнительный вопрос, который также был принят на обсуждение – это изменение в схеме одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Рязанской городской думы. Все вопросы, которые были вынесены на повестку дня, утвердили. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Добраться из Редкина до Рязани быстрее всего пешком или на велосипеде. С этой недели в этот населенный пункт перестал ездить седьмой автобус. Маршрут отменили как экономически невыгодный. Люди потеряли деньги, потраченные на покупку проездных и возможность спокойно доехать до города. Опаздывают на работу и в поликлинику. Жители села Редкина на этой остановке вынуждены ждать часами, чтобы добраться до города. Рейсовые автобусы часто бывают переполнены и здесь просто не останавливаются. Единственный способ доехать из Редкина до Рязани – сесть на проезжающий транспорт из Денежникова и Искры. Маршрутки и автобусы ходят часто, но останавливаются редко. Буквально вчера Денежниковская маршрутка 7.35 едет, вон там человека садила, а тут пролетела и никого не забрала. А сейчас пойдут студенты, это вообще тогда никто не влезет туда. Первый класс сейчас ребенок, вот в сад ходим. Как, вот сейчас вот каникулы, да, летние, а потом что? Это вообще, это что? Это я не знаю, как будто мы живем не знаю где. До Рязани люди добираются кто как. Те, у кого есть велосипеды, пересели с муниципального транспорта на двухколесный. Тяжелее приходится пожилым людям. Вчера на работу пешком ходила, а сегодня по обстоятельствам приходится на Денежниковской садиться. Еду в поликлинику, не знаю с чем туда поехать, ничего не подходит. Мы обратились в администрацию города и предложили прокомментировать ситуацию. Будем следить за тем, как развиваются события вокруг транспортного сообщения между Редкино и Рязанью. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Возможно, совсем скоро в общественном транспорте поездка будет куда комфортней. Минтранс внес изменения в стандарт транспортного обслуживания. О том, насколько комфортно в троллейбусах и автобусах находиться сейчас, узнала Мария Рудая. В скором времени в автобусах, троллейбусах и маршрутных такси могут появиться кондиционеры. Как сейчас обстоят дела, мы решили выяснить на собственном примере и стали для этого пассажирами. На улице плюс 27. В душном замкнутом пространстве не спасают даже открытые окна, хотя именно у них стараются занять места пассажиры. Горячий ветер хоть и обдувает, но не спасает от жары. Вам комфортно в общественном транспорте в такой же области? И кондиционер нужен? Ну, конечно. Хотелось бы что-то усовершенствованное, чтобы было. Не совсем комфортно. Жарко очень. Ну, выбора нет. Ну, как и всем людям. Даже мне. Большинство людей выступают за то, чтобы кондиционеры в общественном транспорте появились. Но есть и те, кто против этого нововведения. Наталья Николаева – мама двоих детей. Она постоянно отвозит сына и дочь в школу и забирает из школы на троллейбусе или автобусе. И с трудом представляет, как они будут переносить разницу температур в случае установки кондиционеров. Вы ездили в экспрессе в Москву с кондиционером. Летом с ребенком. Это невероятно. Холодно, невероятно некомфортно за 700 рублей. Я понимаю, что если поставить кондиционеры в троллейбусе, будет такая же ерунда. Что отключить и отрегулировать это будет нельзя. И летом после вот такой жары я буду заходить в кондиционированное пространство. После этого я буду три недели болеть. Ну, не я имею в виду дети. Тем не менее, Минтранс уже внес изменения в стандарт транспортного обслуживания. Согласно новым нормам, в общественном транспорте должен быть и кондиционер, и печка. При этом параметры температурного режима не изменились. Они по-прежнему должны составлять не менее плюс 12 градусов и не более плюс 25. При среднесуточной температуре выше 20 градусов. Еще одно нововведение гласит. Стоя могут ездить лишь три человека на один квадратный метр. Раньше число достигало пяти. На данный момент этот стандарт носит рекомендательный характер. Мария Руда и Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». За документы с электронным носителем теперь придется платить больше. Госдума сегодня приняла закон об увеличении госпошлины. Стоимость загранпаспорта теперь составит 5000 рублей. Загранпаспорт для ребенка до 14 лет вырастет с 1500 до 2500 рублей. За выдачу водительского удостоверения нового поколения размер пошлины будет увеличен. С 2000 рублей до 3000. За регистрацию транспортного средства с 500 рублей до 1500 рублей. Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования. Одно дело, когда перекрывают дорогу на окраине города, а совсем другое – это центр. Однако, по словам специалистов, транспортных коллапсов не предвидится. 21 июня с 21.00 до полуночи и 23 июня с 10 до 14.00 будет перекрыто движение транспорта на площади Ленина. Причина – репетиция и церемония выпуска молодых лейтенантов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени Маргелова. Об этом информирует пресс-служба администрации Рязани. В связи с этим в маршруты движения городского пассажирского транспорта Рязани также будут внесены изменения. Пожар практически в центре Рязани. На улице Скоморошенской загорелся нежилой деревянный дом. Он несколько лет стоит заброшенным и уже неоднократно горел. Первыми на месте происшествия оказались жители соседнего дома и сотрудники предприятий. Они вызвали пожарных и помогли эвакуировать припаркованные машины. Подробнее в сюжете Дина Исляевой. Этот дом горел уже несколько раз. Просто чудом, что рядом не оказалось людей и водители успели отогнать свои машины. Как загорелся нежилой дом, заходил ли кто-то в него, никто не заметил. Жильцы увидели столб густого дыма высотой до четвертого этажа, который моментально заполнил всю улицу. Первыми к дому прибежали те, кто работал по соседству. Спасать строение смысла нет, а вот припаркованные рядом машины могли пострадать. Начали взрываться от жары оконные стекла и шифер на крыше. Раньше ночью их поджигали, а теперь вот среди белого дня. Наши машины стоят в безопасности. Там машины, которые были, мы подъезжали, постучали, чтобы срабатывала сигнализация. Но потом только подошли. И вызвали пожарных. Приехали они быстро. Наверное, как бы стараешься к стене, то ломать нельзя. И решили поджечь для застройки каких-нибудь зданий. Другого варианта нет. Приехавшие на место четыре пожарных расчета запросили подмогу. Площадь пожара 50 квадратных метров. И была опасность распространения огня на ближайшие дома. В настоящее время пожар локализован. По предыдущей информации пострадавших нет. Данная информация будет уточнена. Через полчаса после звонка на пульт МЧС пожар был потушен. Однако нет никаких гарантий, что дом не загорится снова. Дина Исляева, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Хотел сократить путь и угодил в болото. Подобное происшествие случилось с рязанцем, путь которого пролегал от Ворошиловки до Конищева. Происшествие случилось в черте города. Подробности далее. В топе до болота для рязанских спасателей в этот день все началось, как в той книге. Над пропастью в Орже. Вместо пропасти трясина, вместо ржи заросли травы. 18 июня около двух часов дня рязанец позвонил на пульт дежурного МЧС и сообщил о том, что застрял в болоте в районе Северной окружной дороги и не может самостоятельно выбраться. На место выехали две смены спасателей и два пожарных расчета. До приезда помощи диспетчеры постоянно были на связи с попавшим в беду. Прибытие к месту вызова было проведено в разведку. В ходе разведки был обнаружен пострадавший. Я, начальник караула, лейтенант Брюкли, пожарный, сержант Кузнецов, также начальник караула ВСЩ-12, лейтенант Гунин, при помощи двух спасательных веревок следовали пострадавшему. Мужчину, конечно, спасли. Ему помогло то, что в руках оказался сотовый телефон. Хотя обеспеченность могла привести к настоящей беде. Пострадавший решил сократить путь от поселка Ворошиловка до Канищева. Пройти несколько тысяч километров пешком задача, прямо скажем, из разряда невозможных. Однако вызов природе и вызов самому себе бросил наш земляк Виктор Атласов. Он совершает автономную экспедицию в рамках проекта «Полярная Россия». От Норильска до Усть-Рики Лена. Именно такой маршрут предстоит преодолеть Виктору Атласову, путешественнику. Сам мужчина называет себя землепроходцем. Связано это с тем, что он не в первый раз проходит такой огромный маршрут. В этот раз расстояние 2300 километров. Притом с одной важной остановкой. Планируется, что около мемориала будет установлена табличка от Рязанского музея путешественников. А затем Виктор Атласов продолжит свой маршрут. Практически ежедневно он выходит на связь с Рязанским музеем путешественников. Виктор рассказывает о чудесной природе, о зверях, в общем все то, что встречается ему на пути. Вычислить точное время звонка невозможно, потому что связь есть далеко не везде. Поэтому поговорить с Виктором Атласовым напрямую вряд ли получится. В пути земля проходит, сделает фотографии и собирает местные артефакты и камни. По словам Александра Капитанова, директора Рязанского музея путешественников, у Виктора большая коллекция камней из разных уголков России. Путешественник планирует пройти с северные территории России, от границ с Норвегией до северо-восточного побережья Чукотки. Первым, кто проделает такой путь пешком. А ведь сама дорога не из простых. Водных маршрутов очень много. Озер, болота, реки, речушки маленькие, тундра. И поэтому передвигаются больше на плавсредствах на лодке резиновой и пешком. То есть где невозможно проплыть на лодке, естественно он идет пешим и весь груз несет на себе. Поэтому маршрут очень тяжелый. В одном из телефонных звонков Виктор рассказал, что берега Норилки, местной речки, полны отдыхающих. Оно и понятно, температура почти плюс 30 градусов. Вот только на самой реке был ледоход. А на берегах озера Пясино, откуда Норилка вытекает, до сих пор лежат сугробы снега. Свой путь землепроходец Виктор Атласов совершает один, без какой бы то ни было поддержки. Все, что у него есть, это весельная лодка, необходимое снаряжение и запас продуктов. Александр Капитанов рассказал, что такое путешествие это прежде всего вызов. Вызов человеческой силе и человеческим возможностям. Что мы готовы преодолеть и как далеко мы сможем зайти. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город». По данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие несколько часов местами по области ожидаются грозы, кратковременные дожди в отдельных районах град, усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду. Явление сохранится до конца суток 19 июня, ночью и утром 20 июня. Сотрудники МЧС напоминают простые правила безопасности. Не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередач и деревьями. По возможности ограничьте время нахождения на улице. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Природа ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 52-53-54. Коттеджный поселок Дубровка.